Итак, всем привет, с вами ДопГ, мы продолжаем играть в Драбрудер Кринж, и если вы вдруг не подписаны, обязательно подписывайтесь, мы же вот-вот войдем в войну с Австрией, потому что Германия, насколько я понимаю, уже делает фокус Селези или война. Насколько я помню, мы не сразу входим в войну, тем не менее, уже вот-вот. Так что сейчас доделаем военные фокусы, возможно, доделаем еще вот эти фокусы, тут тоже есть неплохие бафы на армию, и будем воевать. Также у нас скоро появятся прекрасные тяжелые танки новые, и механ, так что наша армия просто семимидными шагами сейчас будет развиваться. В общем-то, все у нас отлично, поехали. И все наши армии уже переходят на запад, и готовятся к наступлению. Просто требуется селезь сюда, сейчас начнется война, нам бы успеть модифицировать себе, сделать танки, потом в идеале они автоматически обнадутся до вот этих, хотя, может быть, мы уже будем их делать вот такими. Хотя, я, конечно, хотел бы, наверное, успеть попеределывать танки в какой-то хороший новый шаблон на этой модели еще, потому что следующую модель мы уже не сможем в нее переделывать вот эти базовые танки. И вот, как вы можете видеть, Италия блядет войну в Австрии. И да, теперь, я так понимаю, дело за нами, когда к нам какие-то ивенты придут. Так что говоря, можем за одну стабильность получить две ячейки в Москве. Наверное, это вообще неплохо, но пока что, как будто у нас так хватает ячеек, я думаю, не стоит трейдиться. Может, когда-нибудь попозже. Лояльность армии готова. Теперь настоящая армия Ленина. Тоже очень-очень солидные бафы сейчас будут. Пока что у нас, по-моему, просто дебафов, да, практически нету. Сейчас перекроем все бафами. И вот оно, ребята, пришло ли время. Летта сил будет завершена через 20 дней. Вроде визор гнется и минус стабильность. Я думаю, надо помогать будет. По той простой причине, что... Ну, Пруссия, скорее всего, просто сейчас умрет. Сейчас Франция еще зайдет. И я думаю, она реально умрет. У нас, конечно, стабильность из-за этого упала очень неприятным образом. Но, что, как говорится, поделать. Другому, наверняка. У нас, кстати говоря, есть миссии, о которых я чуть-чуть не забыл. И фабрик хотя бы 151. А, смотрите, у нас есть... Миссия построить 151 фабрику. Кстати говоря, мы, наверное, подстроим их еще побольше в будущем. Потому что здесь стабильность, и это приятный баф. И оборонительные линии звучит приятно, но как бы... В целом без разницы. А вот это вот звучит тоже интересно. В скобочках нет. Так что, наверное, только вот это выглядит очень хорошим. Потому что 30 прироста нам, наверное, пригодится. Хотя, все еще, опять-таки, расцветительности это вам не... Макс эффективность. Если была макс, тогда было бы очень круто. Так просто, ну, нормально. Наверное, вот тут вот мы, наверное, и будем строить фабрики для вот этого квеста. Потому что этот квест еще полезный точно. Тут еще франко-испанский союз заключается. Но Франция что-то не спешит заходить в войну. Она и Нидерланды не взяла. Но там, видимо, надо, чтобы повезло. Но, судя по нашей партии. Смотрим, смотрим. Пока что Австрия воюет соло с этими двумя странами. Нам все это устраивает. Но хотелось бы получить побольшую, так сказать, часть именно нам. Так что, наверное, хочется побыстрее зайти в войну. И тут отвратительным образом, по классике, формируются вот эти вот фронты, как вы можете видеть. Что с этим не поделать. Сила готова. Получена цель войны. Оберить войну. Все приказы у нас активные. Здесь у нас тяжелых истребителей все, пару сотен. Но это только начало. Давайте их расставим кое-как. И сейчас доставим вот эти вот истребители, которых у нас уже не так мало. Хоть они у нас и не слишком сильные. И начинаем мы, конечно же, наступление очень приятным образом. То есть мобилизация сил ушла. Ставка вернулась. В скобочках из-за войны снова отпала. Не так приятно, но с этим можно жить. Наши же войска просто входят в Австрию. Наш масло. Особенно наши танковые войска. Там вообще проблем нету. Конечно, статы пока еще очень казуальные у наших танков. Но это еще изменится. Как я, кстати говоря, у нас нету доктрин вообще ни одной. Так что у нас, да, войска наши очень-очень еще в плачевном состоянии. Нам еще предстоит только стать силами. Воздушные войска же, наоборот, очень даже неплохие. Здесь у Австрии как будто самолетов и нету. Либо они очень как-то, не знаю, рассредоточены. Поэтому под зеленым воздухом просто даже пехота наша спокойно пробивает всю Австрию. Но еще и сейчас получим лавчик. Так что станет все, я думаю, еще проще. Я думаю, это самое время сейчас пойти в экономическую политику, чтобы получить ячейку. И тут какие-то интересные решения еще открыть. Если говорить, есть возможность эвакуировать промышленность. И как будто ноль проблем в этом. Златоуст, магнит и коррс. Давайте посмотрим. А есть ли у нас здесь необходимость там иметь фабрики? Нет. Нет. Так что смысла в этом вообще нет. Это просто будет потеря политики. Судя по всему, да, так и есть. Еще Румыния не была придана война. Давайте призовем. Начнем наступление с этой стороны. Здесь можно авиацию всю попереставлять подальше. Ну и да, просто без особых проблем. И начинаем потихоньку выдавать механизированные батальоны в наш танки. И тут началась вторая русско-османская война. Я понятия об этом не имел, что так будет. И у меня здесь нету никаких резервов на этот, так сказать, случай. Конечно, у нас есть что оттянуть вот отсюда. Но этого я не ожидал. Так что сейчас эта армия просто сейчас будет бежать, прикрывать наши туза. Ну и у нас тут еще, я вижу, греки как греки. Британия обсуждает. Наше вторжение говорит. Наше вторжение говорит. Мы вторгаемся. Ни одной кнопки не нажал, чтобы вторгнуться. Плассика. Арабское предложение. О, смотрите-ка. Давайте, почему бы и нет. Если присоединяться к нам. Прекрасно. А вот здесь у меня есть немножко дивизий, кстати говоря. И вот сюда я бы мог их перебросить. Потому что я... Ну, у нас здесь вот колония, как вы можете видеть, какая-то имеется. И я там оставлял, в всякий случай, резерв. И вот сюда мы его как раз забрасываем. Отлично. И у нас появляются новые танки. Конечно, все еще с плохими вариантами здесь. Но мы сейчас сделаем из них конфетку. Учитывая их стоимость, это будет очень горькая конфетка. Но что поделать. И вот так вот у нас просаживается эффективность. Ну, тут еще, конечно, ресурсы немножко упали. Но эффективность, конечно, да, умерла. Нам надо будет ее восстанавливать. Это как раз-таки проблема концентрированной промышленности. И проблема эта особо не решается. Просто надо терпеть. Еще надо немножко перегруппировать здесь наш фронт. Потому что у меня здесь немножко он сломался по классике. Из-за того, что у нас соседнее государство здесь вот такое вот есть. Надо, наверное, право на форху взять, чтобы такого не происходило. Либо происходило поменьше. И танки мы тоже перебрасываем под Вену. Как-то вот так мы сейчас перегруппируемся. И я думаю, сможем снова наступать. Эта армия же, да, успевает все еще на свете позиции. И сейчас, я думаю, начнем османдушить. Аджабель, Шамар и Анназу. Ага. Они тут получили других союзников. Сейчас наши дивизии до сюда доедут. И я думаю, проблем у нас здесь уже больше не будет. Кстати говоря, вот британские станции. Вылет реально не так приятно. ТНП и стоимость танков и пехотки очень нам неприятно будет. Как их снять, хороший вопрос. Ну и начинаем османов наказывать за то, что они тут на нас напали. Нам говорят, что это мы на них напали. Но мы-то видели правду, как говорится. Это все британский план, чтобы ввести против нас санкции, скорее всего. Я, в принципе, не удивлен. И можем призвать Мальтийскую Республику теперь. Ладно, пытаются даже где-то нас пробить. Но это им удачи можно только пожелать. Можем переходить с наступления. И перекачать вот эту вот четвертую доктрину, которая мне абсолютно не нравится, на вторую, которая лучшая в моем понимании. Дивизию успели здесь дойти до позиции. Так что сейчас мы еще и здесь будем начинать также наступление на Османа. Не такие плохие дивизии Османа. Но я думаю, мы с ними все равно должны справиться. Да, так и есть. И Франция начинает мобилизацию. Но мне кажется, они немножко опоздали, так сказать, на наше собрание. Тут уже поздновато, потому что уже Вена взята, Прага взята. Австрийская империя скоро капнет. Нам хочет присоединиться Республика Байян. Да, почему бы нет. Но это выглядит для нас выгодным союзником, я думаю, в Китае. Можно их даже будет еще подержать в этом конфликте. Скорее всего, так и сделаем, как только закончим все наши конфликты в Западной Европе. И смотрите-ка, замерились мы. Только мир какой-то получился очень странный. Но я сейчас тут в Кудапешт, почему-то нами контролируется напрямую. Но, допустим. Попал в руки Российской Венгрии. Но, правда, так пропустился на сфокусе, кстати говоря. Это очень приятно. У нас сюда быстрее можно будет выйти. В любом случае мы идем пока только сюда. И потом надо будет делать вот эти все дипломатические фокусы. Это все, я думаю, подождет. Потому что в Австрии еще будет, там, Франция вот это все. Как бы, у Пруссии точнее. Как бы там и разберутся мужики. Нам пока своими делами надо позаниматься. И, в частности, вот этими ребятами, которые на нас сами напали. Так, тут какая-то война Буша. Меткарский договор. Вот оно, да. Ну, отлично для нас. А вот этот регион я, наверное, передам Венгрии. Потому что, ну, выглядит отвратительно прямо сейчас. Согласитесь, сразу стало получше. И город-стрелки у нас поедут сейчас вот сюда. Тут еще какие-то приказы, видимо, были. Эта армия просто пока на западную границу. И начинает обучение. В общем, у нас все прекрасно. Ну, и вот тут с Грецией какой-то мир там произошел. Но османы, я думаю, уже вот-вот должны капать. Тем более, учитываясь криптовые миры. Хотя, может, до Константинополя они не будут капать. Так что давайте им поможем осознать, что уже пора. Здесь, кстати говоря, неплохо так пушат наши войска. Ну, у нас здесь меньшинство. Можно было того границу побольше сделать. Но, думаю, мы просто сейчас вот отсюда зайдем быстрее. Да, вот оно и происходит. Османский раздел произошел. Мы получили еще с них снаряжение. Очень странный мир, как я и говорил. Объединенный Аравия, как с Игорем наш союзник, это всегда приятно. Отлично с этим. У нас появились новые кнопочки. Европейское развитие инфраструктуры в разных регионах везде. О май. Слушайте, так это очень сильно, конечно. Их всех можно нажимать одновременно. Ребята, я в раю. Да, они дебафы и скоро встретятся, но 10% это, в принципе, пыль. А вот Пруссия, по ощущению, в Европе-то проигрывает. Но, может, что-то еще изменится. Ага, решение какие-то симпатии, каким-то там, не те симпатии. У нас так не принято. Давайте-ка это разберемся с этим всем. Допустим так, наверное. И нам нужно что-то делать? А, дивизии в Триполи привезти. Это мы можем. Это аж вот сюда им надо привезти дивизии. Но надо, значит, надо что бухтить-то. Витом дивизии. Та нужно 3, как раз. Так, Триполи мы привели войска. Давайте-ка разбираемся. Судя по всему, сюда сейчас нас заставляют очень много политки слить. Это грустно, потому что здесь вот очень интересные кнопки. Но мы сейчас получим еще какие-то новые кнопки. И еще 50 политки на них. Так, кнопки реально приятные, по ощущению. Но нажимаем мы сюда, чтобы побыстрее с этим разобраться. А, посмотрите, должны иметь пехотку в запасе. Тогда мы просто делаем вот так. Скоро, я думаю, ее получим. И, полагаясь на себя, давайте. Чайку следований, пятую. Будет очень приятно. Забавный факт, что, несмотря на то, что у нас здесь вот написано минус 8000, как вы можете видеть, уже можем нажать, потому что, так как мы их распустили, то эти винтовки сначала пошли на склады. И только потом сейчас пойдут в дивизии, которым их не хватает. Это интересный факт о механиках. И мы можем просто взять и пятую инфраструктуру бахнуть очень много где. Это все тоже очень круто. И это мы, наверное, будем делать. Но стоит подождать, пока мы с этим разберемся всем. Интересный факт. Вот тут говорят, хотя бы три фабрики поставить. Ну и я заказал, примерно, в фабрике и законвертил, где надо, милки, потому что где-то милки. А тут две максимума. Как я вам третий сюда построю? Этот квест придумал, гений. Может, конечно, мы еще раскачаем теху или что-то где-то нажмем по кнопкам и получим. Но вообще пока что выглядит очень странно. И готово. У нас есть решение на нефтяную промышленность. Вот оно. Эти перерабатывающие заводы нам будут предлагать поставить. Ну, у нас и так хватает нефти, так что не думаю. А вот это выглядит неплохо. Правда, пока что, опять-таки, политку мы, наверное, начали поставить. Конечно, фабрики берем сразу. И у нас эти фокусы все готовы. Прекрасно. Что у нас остается? Я думаю, пора заниматься такими всеми фокусами. Почему бы нет? У нас есть что-то на Дальний Восток, на Сибирь? Нет. Ну, тогда давайте вот этими займемся в первую очередь. Ну, и да, не нажать 10 НП было бы грехом, ребят. Поэтому мы, конечно же, нажимаем их. Учитывая особенно то, что мы сейчас фабрики будем строить. И появляются у нас фабрики. Возможно, там где-то будет и в этих регионах фабрики, где они нужны по квесту. Может и не будет, кто знает. А мы можем теперь... Все, мы разобрались с туранскими сипатиями. Отлично. Этот вопрос решен. Давайте начнем заниматься Афганистаном, пожалуй. И туда перебрасываем наших горнострелков. Наверное, им в поддержку дадим немножко пехоты. Хотя тут вообще, кстати говоря, пустыни на западе. Можно было бы пробовать с танками. Но садовжение грустное. Так что давайте просто дадим им реально небольшую поддержку. И будет, наверное, я думаю, нормально. Афганистан отказывается от нашей защиты. Это они зря. Мы им покажем, что они очень-очень были неправы. Ну, конечно, без особого проблем. Наши горнострелки обученные и уже опытные справляются с афганистанским пополчением. Русский персидский альянс. Отлично. К нам зашла персия. И мы получили, я так понимаю, персидские ресурсы. Причем, странным образом, Британия все еще имеет нефть почему-то. Хотя мы вроде как с ними договорились. Ну, а ладно. Так и быть. Давайте займемся, наверное, теперь вот этими территориями, что ли. Надо, так сказать, здесь все под себя поджать. Пока тут ребята в Европе заняты. Мы качаемся. И вот наша политика. Мы будем поддерживать Куйгурестан до тех пор, пока они не объединятся в Синьцзянь. Куйгурестан это кто? Он вообще существует? Я не уверен. Здесь как будто какая-то несуществующая страна. И занимаемся, пожалуй, вот этой всей инфраструктурой. Потому что мы продолжаем внезапно строить кучу всего. Ну и последние провинции уже в Амганистане сдаются. Осталась совсем капелька до полной капитуляции. И вот она накапнула и все замирилось. Теперь-то наша марионетка. Отлично. Теперь мы можем попробовать делать переворот в Монголии. Смотрите-ка. Шанс успеха 20%. Угу. Давайте еще тут закидываем кнопочки. Небудь. 80%. И если у нас будет пехотка в запасе, то, видимо, будет 100%. Давайте сейчас дождемся. Тут осталась буквально капелька. Вот оно и есть. 100% восстание. Поздравим новое правительство. Прекрасно. И давайте-ка интегрируем их в наш Альянс. Что-то говоря, Италия захватила Екипет. А, ну Италия воюет с Британией. Британия тут, да, решила повоевать с Европой. Ну, бывает, Пруссия, судя по всему, скоро будет все. Ну, подождем. Прошел мирный социалистический переход. Мы точно не отправляли туда 100 винтовок. Вы этого не видели. Ага. Хорошая шутка. И скоро мы достроим фабрики наши. В принципе, у нас уже их 150 на есть. И вот мы можем, да. Взять себе бафчик на стабильность. И на... Скоро встретить фабрики как раз поможет достроить вот этот квест. И, наверное, давайте-ка займемся уже вот этими фокусами. Тоже выглядит как будто они нам помогут. Так что давайте решим проблему с продовольствием. Конечно, у нас нет таких проблем, но если что, вдруг ее, конечно же, решим. И мы можем тут, смотрите-ка, в Манчжури что-то сделать. Я так понимаю, можем революцию в Манчжури сделать. И... Ну-ка, ну-ка. Капитировать Харбин. Она, наверное, стоит. А это, видите, какое-то будет занимать время. Ну, давайте потихоньку будем... ...помогать. И вот у нас, смотрите-ка, можно справиться с сами. Либо закупка. Короче говоря, чисто скам. На палитку. Абсолютно какое-то событие глупое и бесполезное. Но вот это, подозреваю, наверное, должно дать нам в фабрике. Посмотрим. А, и еще и минус стабильность обратно получили. Ну, знаете, вам. Абсолютно классно, в скобочках. Реально, минус 35 дней фокусов. Ну и, по-моему, да. По-моему, Гермингернг все. Вот как раз местная конференция. И очень странный раздел, конечно, получился. Еще и в Венгрии почему-то от нас. Просто взяли ее и забрали. Почему? Что-то случилось с Галисией? Господи. Я просто не знаю. Я, наверное, это... Наверное, передаем. Но, типа, а что делать? Потому что, ну, это выглядит очень странным образом. Я считаю, будет абсолютно честным забрать Венгрую себе обратно. Попернули все на круги своя. А то, ну, как-то очень-очень сомнительно все было. Так, вроде, да, все вроде теперь все нормально. Ну и что ж, наверное, продолжим мы уже в следующей серии. Мы тут воевали с Австрией. Построили очень солидную танковую армию. Продолжаем ее строить. Уже у нас скоро будет 15 тяжелотанковых дивизий. Выглядят они все еще недостаточно солидно. Я еще их не доделал. Но уже цифры как бы приятные. И, скорее всего, их пробивать ничто не будет. Так что, ребята, с вами был Долгай. Обязательно подписывайтесь, если вы еще вдруг не подписаны. Лайки, комментарии, твич, дискорд, ребята. Все, как обычно. И до скорых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok